I have ways of blowing things off Здорово, ребятушки! С вами Аладушки Мы с вами находимся в Мэтт-Сити Но здесь, с последнего раза, когда мы здесь были, произошло очень много чего нового Тогда мы с вами просто капельку затели те будущие обновления И, скажем честно, мы довольно давно сюда не заходили И немножечко даже успели подзабыть про этот режим Но тут вдруг зашли и оказалось просто миллиард всего нового Тут волки водят по ночам, но это, кстати, было Мы с вами находимся сейчас в секретной заговорщицкой комнате Которая находится в подвале Тут довольно интересно Люди здесь явно... Я просто сделал так, чтобы крутить было легче Люди здесь явно провели очень много времени Вот эти все зачеркнутые три Тут какая-то карта местности План действий Расчеты по карте Здесь можно запустить один из квестов Сейчас мы это делать не будем Здесь тоже есть карта Есть кофе и пончик, что наводит нас на мысль Что, возможно, один из членов банды был полицейским Нет Ты че, продырявил пончик? Теперь мы знаем, откуда в пончике дырка Тайна раскрыта Это я каждый день простреливаю пончиком дырки Да, приходишь такой в магазин А ну пончики вверх! Вот Попасть в эту комнату можно только зная особый способ Вот этот шкафчик отодвигается Туда можно попасть А для этого нужно открыть сверху линейку Для этого нужно в этом доме, где он находится Мы тоже вам сейчас покажем Прийти сюда наверх Стать к этой линеечке рядышком Причем у вас не отобразится Это что, трупы? Или манекены? Это манекены А, это манекены, да Вот, у вас не отобразится ничего Если вы не знаете То вы просто ничего не сможете сделать Подходите сюда и просто тычите буквочку И А дальше смотрите другие видюшки Да У вас происходит звук И за счет этого вы можете пойти и попасть в эту комнату Она, кстати, вот видите, сейчас закрылась Вот так эта комната выглядит И ничего здесь не намекает на то, что может находиться какой-то секрет Кстати, зайти в этот дом тоже Тут нет никакой явной двери Это просто дом Который просто на карте Карту вы сейчас, кстати, можете видеть Потом, что здесь появилось? Здесь появилось ограбление поезда Вон он, кстати, едет И еще появился новый домик Вот, в ряд, в ряд Появилось много новых домиков Появилась новая преступная база Появилось новое ограбление, собственно, поезда Появилось очень много всего Пойдемте мы с вами часть посмотрим Что успеем Но сначала нам надо ограбить поезд Да Появился сити холл, кстати Вот Вон там наша новая база Избавились от старого дизайна От этой ядерной ракеты Все Итак, поезд Выпустите меня Залазим сюда Окей Сколько можно... Блин, тут шумно, кстати Сколько можно Максил вывезти из этого ограбления? Интересно, что за поезд такой, в котором просто лежат деньги? Мне было бы интересно узнать немножечко бэкграунда этой истории. Ты вышел? Я вышел. Зачем? Не знаю, но я лучше залезу обратно, потому что там спокойно. Кстати, я еще не догадывал ничего. А мне кажется, мы все украли. Я и все украли. Ну, я больше просто не вижу денег, которые пищу. У меня, например, 2040. Нас сейчас привезут к бандитской базе, погоди. Да, ну тоже 2440. Я пошел. Какое удобное место для ограбления. Мало того, что ты можешь получить денег, тебя еще и подвезут, чтобы ты их мог сдать. Это очень удобное место для ограбления. Откройте, пожалуйста, мы свои. Да, теперь так выглядит бандитская база. Тут стал двор гораздо больше. Теперь сюда удобнее приземляться на вертолетах, самолетах и всяком таком. О, это не работает. Да, теперь баг убрали. Да. Вот, здесь у нас оружейное. Здесь можно получить свои вещи, купить броник. Это тачка чья-то или на продажу? Это чья-то. Чья-то. Понятно. Здесь есть для чего-то второй этаж. Я так понимаю, что сюда будут всякие венты пихать и всякое такое. Посмотрим, неинтересно. Чувак. Это, это, он продает маски. Да. Видишь, он такой подозрительный. Очень подозрительный. Но мы не подозрительные. Совсем. Да, он без испечис. Так. Это верхний этаж, я не знаю, что он делает. Пойдем посмотрим, неинтересно. Это выход на крышу. Да, это выход на крышу. Тут есть посадочная площадка. Теперь они это сделали реально по-человечески. То есть, ну, если ты не ленишься, то можно садить вертолеты не туда, а сюда. Не туда, а сюда. Сказано просто гениально. Ладно. Так, поезд мы с вами посмотрели. Базу мы посмотрели. Тайную комнату. Я про нее, например, не знал. Мне про нее рассказали. Что ж теперь еще тут новенького есть? Вообще, так. Например, новый способ побега. Новый способ побега? Да. Какой? Ну, забираешься на конусы, перепреливаешься через завод. О-о. Например, тут KFC обнобили. А почему там дверь была, я думаю, если она закрыта? KFC закрыта. Или на ремонте, но здесь все равно можно грабить. В общем-то, главного ЧВК, который как раз сделал все эти KFC, его убили. Оу. Каким образом? Смотри, твоя курочка. Теперь кто-то ест ее. Мы. Так, тут же до сих пор осталась фишка с тайным ключом, да? Конечно. Да. Это тайный ключ не здесь. Да, тайный ключ не здесь. Что я могу сказать? С появлением этого поезда стало громко. Он прям очень давит по ушам. Хотя, нет, фишка очень прикольная, мне он нравится. Сейчас, знаете что, минутку, ребят. Да, я просто немного убавил сам звук Роблокса. Посмотрим, как это повлияет. Просто поезд, по-моему, сильно по ушам дает. Я боюсь, что у вас тоже будут минус уши, когда вы будете это смотреть. У меня все зависло, круто. О! Мы снова с вами. Игрушку пришлось перезапустить. А что ты как пылесос ездишь? Я пылесос. А, теперь ты стал бегать наконец-то. Оттуда идут... Я зашел в запретный район. Это каким образом я в запретном районе сейчас? Я на кухне, я пожрать вообще пришел. Два часа ночи, посмотрите на часы, я хавать хочу. Блин, тут... Слышишь, это звук, который звет? Я тоже хочу. Безумие продолжается. Можно я эту еду себе оставлю, когда мы выйдем? О, я нашел... Ой, я нашел классику. Я нашел изоленту. Поздравляю, ты нашел изоленту. Теперь ты... А вдруг это туалетная бумага? Поздравляю, теперь ты смачь под террасой. Изоленты. Это, кстати, удобно. Наверное, было бы, если бы изолента была сделана из бумаги. Как насчет того, чтобы я сбежал? Не знаю, не знаю. Мне нравится мой план. Это такая вкусная еда. Давай... Ой, я сбежал. Все, вытаскивай меня. Я хочу взять... Я хочу взять костю из печеньки. Давай ей. Эта... Эта косточка очень вкусная. О, веревка. Все. Да. Давай ты, я поднесу, и ты сможешь взять той же печенька с косточкой. Какую печеньку с косточкой? Ты о чем? Ну, тут, смотри... Ну, я тут... Я просто съел кончащую, то есть собачьую еду. Так, залезай. Поехали отсюда. Нам абсолютно пофигу на этого полицейского, который... Да, не, не, вообще ни о чем, да. Возьмите печеньку по-быстрому. Возьмите печеньку. Где? Вот печенька. Вот это? Да, это... Это косточка. Это косточка, но тут есть печенька-косточка. Поздравляю. Взял. Все, уходим, уходим. Валим! Валим! Ограбление века. Печенька-косточка и от собаки стырено. Мы стырили печеньку косточку собаки. Слушай, я думаю, что если нас сейчас поймают, то поймают уже навсегда. Потому что те, кто крадут у собаки... Косточку. А, это не люди, это животные. Ну, мы оладушки. Пять штук. Пять штук? Да, у меня тоже косточки-пять штук. Я ее кидать, что ли, собрался? Да. Блин, я не могу ее есть. Я ее собрался кидать. Представь так, что ты ее ешь. Да, ну нет, я их выкину. Это, в смысле, отвлекает собак, я так понимаю. Если от тебя бегут собаки, ты такой начинаешь с них косточками кидаться. Она такая, фу-фу. О, шо это там такое? Шо это там такое? Блин, какой-то темный замок, прикольно. Ну, а тут раньше было, это вас злодеев. Я что-то, горячее, не помню, чтобы я его видел. Что это такое? А кто это у него такой? Что это такое? Это воздушный шарик. Блин, это туннель по дамбе. Слушай, вот этого я тоже не помню. Воздушные шарики, это новое, я их точно не помню. Это можно залезть на воздушный шарик. Ну-ка, ну-ка, попробуй, попробуй. Залезь, залезь. У вас залезы на это. А! А! Это, это неправильный воздушный шарик. Это текстурка. Это текстурка. Так они могли, они хоть и все залезли. Оп. Так. Я думаю, то есть, что они сделали обновление для злодеев. Ты хочешь зайти под злодеев или просто полететь туда? Ну, нет. Ну, я думаю, он появился на воздушный шарик. Так, зона 51 перенесена. Нефтяная башня. Все-таки интересно, что они будут, может быть, какое-то ограбление нефтяной башни или что-то. Было бы прикольно. Чего это? Ты кто такой? А, это экзоскелет. Кстати, ребят, обновление с экзоскелетом было еще в прошлый раз, но нам он не попался под руки, а сейчас... А он утонет, да, если я... Да, утонет. Кстати, тут как раз самый быстрый и быстрый класс в этой игре, в ангаре. Ага, сейчас пойдем, я видел, он здесь слева находится. Раньше его можно было получать в машину помощи бага. Интересно, а бага уже не будет? Багом можно было получать вещи, в которых можно сесть двум людям. Так можно сделать и цыгнешь нас, в котором можно вести себе чудо. Что нам лень это делать? Ну давай попробуем, если хочешь. Ну ладно, ладно. Световой, световой байк. Нужно по центру, нужно по центру. Что же? Раз. Тут нету... Нет, 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 тут нет пассажирского сидения. Я знаю. Так нет, так не получится. Он тебе будет выдавать покупку, а не сесть. В том-то и дело, что на пассажирское сидение можно было сесть. Я говорю, это для тех транспортов, которые... Эээ... Которых два... два сидения есть. Ну да. Погоди, 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 погоди. А давай, давай-ка ты запрыгнешь с тобой в вертолёте. Так. Я не запрыгну. Почти, почти. Еще один раз. Как бы его только не утопить, а так всё нормально. Давай-ка ты запрыгнешь, давай-ка ты вызываешь стаутер. Вот, давай тебе там стаутер, вот, бежи. За! Я уже на вертолёте был, ты чё сделал? Я думаю, что я могу полетать. О, всё, всё. Так. Вот это у меня, кстати, разлёт пулемёта офигительно здоровый. Ту-ду-ду-ун, ту-н-ту-ун. У меня есть твоя ручная дура. Меня сбрасывает, погоди. Всё, короче, давай, пойдём к полицейским. Ваш страшный сон уже здесь. Киборг-убийца. Не летай над водой, пожалуйста. Что это было? Чёрт. Чёрт. Как ты летаешь? Никак. Где? Только не прыгай на лаву. Я не смогу тебя так пустить. А, шифтом можно топать. Поднимайся, поднимайся. Давай, я тебе верёвку скину. Я тебя сейчас сам за эту верёвку вот так вот раскручу и выкину нафиг. Дождь? 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 Дождь, смотри, дождь. Стой, погоди. Выйди из этого. Это дождь. По-моему, тут раньше не было дождя. Не было. Блин, и звук такой прикольный. Залезай. Чё, оставим киборга? Да, оставим киборга. Думаю, нужно. О, у тебя ноги выглядели? Да. Да. Так, как я понимаю, должно что-то произойти. Блин, смотри, как он тут эпично на фоне лавы смотрится, этот киборг. Ну, в смысле не робот. Отлично. Вообще, это не робот и не киборг, это мех. Да, мех. Так, реально, как я помню, возле злодейской башни должно что-то происходить дождём. Ну, я так думаю. А может, и не будет. Интересно. А может, и не будет. Кто-то не знает. А может, и вообще в космос улететь. А может, и не будет. Та-та-ра-та-та-та-там. Блин, а чё, реально может... Знаешь, это вот эта фишка, когда в поездах старых у тебя были туалеты, когда не было биотуалетов, когда были обычные туалеты, и ты такой сходил в туалет, и потом нажимаешь педальку, и всё, что было в унитазе, вываливается на рельсы. У тебя, по-моему, в вертолёте точно такая же система туалета. Судя по тому, что я сейчас вижу... Знаешь, это в прямом смысле слова срать на всех. Это просто... Какие идеи насчёт того, чтобы мы смогли улететь в космос, и посмотреть что-то? Давай, только... По-моему, там воздух будет разряжен, и мы не сможем там лететь на вертолёте. Но это в реальной жизни в игре, кто его знает? Да, ну мы оладушки, нам все умажут. Вот, запомните, ребят, если вы оладушки, вам в этой жизни можно всё. Заходи в публик холмс, и выбери мой дом. И вот сюда. Видишь этот туалет, да? Видишь этот клинитаз? Нужно прыгать и в какой-то момент сесть на него и прыгнуть. Прыгни, прыгни. Знаешь, а тут не так ещё плохо. Тут вообще хорошо. Да, класс. Это местечко, чтобы спать и слушать радио? Да. А как можно включить радио? Мне хорошо, мне нормально. Ну ты можешь включить радио, только тебе нужно ввести код. А. Всякая музыка. О, это... А в космос тоже дождь идёт? Да. Прикольно. Смотри, это... Это рулон туалетной бумаги. Эй, пацанчик, семки есть? А если найду? Это священная рулон туалетная бумага. Священная туалетная бумага. О, да. Знаешь, есть некоторые минусы. Какие, например? Отсюда нельзя выбросить. В туалет? Даже туалетом нельзя. Да, даже с туалетом. Это... Стоп, погоди. А, вот как раз выход. Залезай сюда ко мне. Давай. Видишь эту дверь, да? Ага. Нужно сцать на крае и попробовать не упасть. И попробовать выйти из этого дома. Да? Есть? Получилось. Это, короче, астральный дом в параллельной вселенной. Да, ребят, если честно, здесь можно... Войти. Можно купить свой дом. Можно его обустроить. Он бесплатный. Он... Ну, как бы, купить, в смысле, получить. Да, он бесплатный. Его можно обустроить и всякое такое. Это очень прикольная тоже тема. Чтобы было не только какое-то общее убежище, куда принести деньги. А чтобы было какое-то небольшое местечко... У меня есть идея. Просто для себя. Да. У меня есть идея. Идея нахожусь. Как валяться с комфортом? Это местная штука, к сожалению. Да, я знаю. Я знаю. Я стыкзю вот эту вертушку. Мне нравится. Это не твоя вертушка? Это мой вертусок. Это цвет не твой. Кто-то просто забыл вертушку здесь. О, у меня есть еще один байт, оказывается. И даже этот есть. И квадрики есть. Ой, гроза прям хорошая. Прикол. Пойдем на бат. Думаешь? Да я самую быстро в этой игре. Да, да, да. В том смысле как раз... Если вы когда-нибудь почувствуете себя бесполезным, вспомните, что у флеша был мотоцикл. Да. Мне это нравится. Вот так, вот она, новый вертолет. Вертная площадка, блин! Я промазал. Я упал. Я наварачиваю кончики. Мне нравится, что вертолет на сигнале. Вау! 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 Я привелся еще одной идеей. Если... Ладно, ребятушки. На этом тогда мы сегодняшние покатушки-то закончим. Потому что, во-первых, время. Во-вторых, мы успели показать довольно много чего хорошего. То, чего здесь появилось. Наконец-то на мехе покатались. И поезда грабили, и всякие тайные места, дома, то-то, что-то. Вот. В общем, здесь прикольно. Мне нравится. Разрабы не бросают игру ни в коем случае. Она постоянно получает всякие крутые обновы. И... То есть, стоит не зайти сюда какой-нибудь там месяц-полтора. Потом приходишь и уже абсолютно не узнаешь. В прежнем Мэтт-Сити облики очень сильно меняются. Меняются всякие новые ивенты, новые вещи, новые сезоны. Это что такое вообще? Поехали, мои лошадники. Да, и в том числе можно делать такие вот сумасшествия, что круто. Ладно, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем пока. Всем пока, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok